Досмотрите новости 24 на 6 канале в студии Юлия Кузнецова. Здравствуйте. Еще один чиновник за решеткой. Сегодня Киржачский районный суд вынес обвинительный приговор бывшему главе города Киржача Антону Струкову. Экс-чиновника признали виновным во взяточничестве в особо крупном размере. При этом в деле фигурируют сразу два эпизода. Какое наказание понесет Антон Струков, расскажет Алексей Соков. Три с небольшим часа, никаких перерывов и даже глотка воды. Чтобы просто прослушать все подробности дела в отношении себя, экс-главе Киржача Антону Струкову понадобилось не только много моральных, но и физических усилий. Судили экс-чиновника сразу по двум эпизодам. По обоим взятки в особо крупном и значительном размерах. Так, в один из дней июня 2011 года, точной даты следствия не установлено Струков, находясь на террасе дома Бондарева, лично получила от Деркачева взятку в виде денег в сумме 300 тысяч рублей за период беспрепятственной работы Деркачева в должности директора униципально-унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства водоканал Киржаческого района. И это только цветочки. Всего директор местного водоканала Александр Деркачев передал тогдашнему главе города 900 тысяч рублей. В полномочия Струков вступил в марте 2011 года. И, как установил суд, чуть ли не через месяц начал требовать деньги с директора муниципального предприятия. Взамен никаких проверок и спокойная жизнь подотчетного предприятия. Но как только Деркачев перестал платить, он был уволен с должности. Дело было заведено в сентябре 2013-го. И через пару месяцев, по собственному желанию, Струков покинул свой пост. Обвинение было предъявлено. На первоначальной стадии следствия он заявил о своем желании заключить с нами досудебное соглашение о сотрудничестве. И через некоторое время появляется представитель защиты, который советует ему отрицать все. От полного признания вины мы переходим к частичному признанию, потом к полному отрицанию вины. Доказательная база была собрана неопровержимая. В суд представлены аудиозаписи момента передачи денег и даже одна видеозапись. После того, как суд признал виновность Струкова по первому эпизоду, экс-глава не выдержал и слушал далее о своих грехах сидя. Второй эпизод тоже по взятке. В Киржачине задолго до прихода Струкова во власть образовалась ООО «Управляющая компания». Как только Струков стал главой, то сразу решил познакомиться с учредителем Красиковым в неформальной обстановке. На рыбалке Струков приобняв его сказал, что кто у нас владелец заводов газет, пароходов, надо делиться. 150 тысяч Красиков отдал и перестал платить. Тогда Струков помог организовать знакомым конкурирующую правкомпанию и стал агитировать Киржачан выбирать ее. Доводы защиты о том, что Струков не имеет отношения к новой управляющей компании, суд посчитал безосновательными. Они также освещались и государственным обвинением, то есть и в своей речи, и в дальнейшем в судебном процессе. Поэтому, я думаю, это закономерный вывод суда о том, что действительно та позиция защиты была несостоятельной. По второму эпизоду вина тоже доказана полностью. Струкова Антона Михайловича признать виновным в совершении преступления предусмотренных пунктом в части 5 статьи 290 и части 4 статьи 290 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы. На срок 8 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. От такого строгого приговора у экс-чиновника пропал до речи. Как вы комментируете решение суда? Вы согласны к решению? Позиция суда не разнится с позиции прокуратуры, поскольку прокуратура района запрашивала 10 лет лишения свободы в отношении строгого. Данный приговор является показательным поучительным всех и для всех. Ну и, соответственно, на этом не будем останавливать свою работу. Алексей Соков, Артем Горчаков, 6 канал. Масленичное мероприятие под угрозой срыва. В Владимирской области превышен эпид-порог по заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом. Правда, пока только среди детей в возрасте от 3 до 6 лет. Об этом сегодня сообщил глава Департамента здравоохранения. Кого быстрее болезнь уложат в постель и способствует ли массовое гуляние укреплению иммунитета, задумался Александр Инин. По оперативным данным, в области сейчас почти 13,5 тысяч заболевших. В 47 случаях диагноз грипп подтвержден. 158 человек госпитализированы. Это 1% от заболевших. В лидерах по заболеваемости Гусь-Хрустальный район. Там с гриппом слегли 29 человек. Во Владимире из 3,5 тысяч заболевших грипп у восьмерых. 38 человек госпитализированы. И это все дети до 15 лет. Когда увеличивается количество заболевших, температура детей, то, естественно, мы здесь накладываем карантин для того, чтобы дальнейший вирус не распространился. В целом, по области на карантин сейчас закрыты 37 классов в 17 школах. И 36 групп в 29 детских садах. Что среди заболевших много детей, медиков не удивляет. Чтобы привить ребенка от гриппа, нужно спрашивать разрешение у родителей. Они не всегда за прививки. И в результате врачи сталкиваются... С мнением, которое до сих пор существует, о том, что прививка наносит вред. И там был серьезный удар по иммунитетам. Сегодня прививочный материал, который используется, абсолютно безопасен. Он инактивирован. Он максимально лишен всяких аллергических свойств. Сейчас нас укладывают в постель самый обычный вирус гриппа H3N2. Ни о каком свином и прочей экзотике речь не идет. Заболевшим советуют не спешить глотать жаропонижающее. Уровень температуры является показателем уровня иммунного ответа организма. И применение жаропонижающих средств строго с позиции нашей ограничено. Потому что если температура меньше 38,5, то принципиально все зависит от того, как это переносится. Но с точки зрения, если касаться температуры, то здесь бы нежелательное применение жаропонижающих средств. Здоровым надо избегать массового скопления людей и укреплять иммунитет. Исходя из этой логики, пробежки на свежем воздухе на этой неделе предпочтительнее массовых масленичных гуляний. Александр Инин, Александр Мажаров, Шестой канал. Дорогая наша морковь. Сегодня активисты одного из молодежных движений провели акцию против подорожания овощей. По итогам мониторингов цены на морковь и капусту в некоторых торговых точках города явно завышены. Чем объясняют это продавцы и всегда ли информация о товаре на ценниках соответствует действительности, знает Ирина Начарова. Жители Владивостока месяц назад обнаружили на прилавках магазина импортную морковь по цене более 2,5 тысяч за килограмм. Во Владимире корнеплод по такой цене обнаружен не был, но значительное подорожание зафиксировали официальные органы. По данным Владимирстата наибольший рост цен почти на 6% зафиксирован на морковь и капусту. Почему я такая дорогая? Это единственный вопрос, который интересует организаторов акции. Активисты молодой гвардии 3 февраля проводили мониторинг цен, чтобы понять, на какие продукты цены явно завышены. Например, морковь по цене 45 рублей за килограмм показалась молодежи очень дорогой. Представляете, 8 рублей стоит морковь и в итоге наш продукт на нашем владимирском рынке продается за 40. Я вам дам 50 рублей, вот купите, это что, оскорбление разве? На 50 рублей ничего не купите, в любом месте, у бабушек даже, вот здесь, на остановке. Как выяснилось, молодогвардейцы в одной из торговых точек рынка спрашивали документы на этот овощ. И морковь, якобы родом из Суздаля, оказалась выращенной в Муромском районе. Кстати, мытый корнеплод, якобы из Марокко, по накладным было того же происхождения. Неужели продавцы владимирский продукт выдают за импортный и на этом зарабатывают деньги? Говорят, что вы сами эту морковь моете, а потом за 80 рублей продаете, это так? Нет, это неправда, это все глупость. Может, тихими ночами? Да, конечно, больше заняться нечем, да. По ночам моем морковь. Да, а почему именно морковь? Мне так интересно было. Не знаю, на самом деле эта закупка идет как через пятые руки, поэтому оно и так. Покупателям длинный путь моркови от хозяйств к прилавкам неинтересен, а вот цена вызывает удивление. Кстати, спросом пользуются корнеплоды подешевле. Мы купим немытые. Сами помоют? Да. Как вы считаете, сколько должна стоить морковь примерно, по вашим соображениям? В нашей России она не должна стоить больше 20 рублей килограмм. Пока активисты с плакатами под охраной полиции проводили свою акцию, администрация рынка тоже вызвала представителей силовой структуры. Мы по кнопке приехали. Давайте чуть-чуть ехали. Сторонный вызов был, да? Мы сказали, что вы поймете. Да. Молодые гвардейцы показали разрешение на проведение акции. Вопрос был исчерпан. У нас все по закону. Всегда. Пикетирование рынка – это только начало. Молодые люди решили продолжить свою борьбу с необоснованным ростом цен на социально значимые продукты питания с помощью официальных ведомств. Мы подготовили два письма в Управление федеральной антимонопольной службы по Владимирской области и в прокуратуру Владимирской области с просьбой проверить, действительно, обоснованы завышенные цены, не обоснованы. И уже спросим их разобраться с этой ситуацией и принять соответствующие меры. Кстати, мониторинг цен во Владимире проводит несколько ведомств, в том числе и Департамент развития предпринимательства. Если вы считаете, что цена на тот или иной продукт является явно завышенной, звоните по телефону горячей линии. Ирина Начарова, Константин Миронов, Шестой канал. Проверили доступность и качество госуслуг. Сегодня общественники решили посмотреть, как работает областное бюро медико-социальной экспертизы. Оказалось, люди с ограниченными возможностями попасть туда не очень просто. Есть вопросы к качеству самой экспертизы. Во всем по порядку, расскажет Алексей Дудин. Проблемы с доступностью начинаются еще у входа. Отдельной стоянки возле областного бюро медико-социальной экспертизы, не считая десятка автокарманов, нет. Есть пандус, и он достаточно широкий. А вот ступени рядом с ним требуют дополнений. Отсутствует поручень, потому что он тоже здесь необходим. Потому что у нас по факту два захода. И если бы даже был просто такой, все равно необходим был посередине, потому что он больше 4 метров. Куча недостатков и внутри экспертного бюро. Информация на стендах должна быть представлена так, чтобы ребенку было понятно, говорит Михаил Осокин. А в этих нормативных актах разберется только юрист. Немало нареканий у общественников к туалетам и лифту. В них даже здоровому человеку непросто, не говоря уже об инвалидах-халясочниках. 58 сантиметров. Норматив, отгадайте, какой? Метр. Ну, почти. 95 сантиметров. Вот 95 сантиметров – это стандарт, современный стандарт лифта, который считается доступным. Дело в том, что это учреждение арендует это помещение. Поэтому мы сами сделать здесь ничего не можем. Мы обращаемся, соответственно, к арендодателю для исправления данной ситуации. Арендодатель в курсе, что здесь есть недочеты, и они будут постепенно исправляться. Осмотром помещений общественники не ограничились. Они решили узнать и мнение посетителей бюро экспертизы. Их, как выяснилось, почти все устраивает. В целом все устраивает. Единственное пожелание для детей – все-таки какой-то сделать залчик ожидания для маленьких. Потому что открывается дверь, дует. Отношения в целом положительные. Потому что такой пункт есть. Отнеслись к пациентам невысокомерно, доброжелательно, вежливо. Правда, не все посетители находятся с экспертами общий язык. Некоторые с решением комиссии не согласны. Но если одни специалисты говорят, что нет, а другие – да, то кто из них прав? Дело в том, что у нас как раз и существует трехуровневая система экспертизы. А нам не кажется, что мы просто на бюджетные деньги кормим кучу народа. Давайте обращаться сразу в последнюю инстанцию, минуя две первые. Тогда будет ужасная загруженность, вы понимаете? Люди будут ездить, будут добиваться. Они не загружены ни дома, ни на работе, ни в школе, нигде. Вот у них есть время своим этим заниматься. А у членов комиссии, они, видите ли, перегружены. Очень хочется, чтобы были четкие международные критерии оценки состояния здоровья, оценки инвалидности. И вот когда они есть четкие, внятные, прописанные, можно проверить. Когда их нет, и эксперты, исходя из собственного внутреннего убеждения. Рейд в бюро медико-социальной экспертизы прошел сегодня не только во Владимире. К всероссийской акции, устроенной Общероссийским народным фронтом, присоединились в 24 регионах нашей страны. Все замечания и предложения, выявленные в ходе проверок, общественники обсудят на региональных круглых столах и отправят в столицу. Алексей Дудин, Александр Мажаров, Шестой канал. Далее коротко еще о некоторых значимых событиях этого дня. Виноват в покупке шпионской ручки. Муромский городской суд вынес обвинительный приговор 34-летнему гражданину. Через интернет мужчина купил видеокамеру с функцией диктофона, которая была замаскирована под обычную шариковую ручку. Свободная реализация таких технических средств запрещена. Расистские таможенники на границе посылку изъяли. С учетом полного раскаяния покупателя и признания вины, суд выписал муромлянину штраф в 15 тысяч рублей. Спас жизнь мужчине. Начальник отдела охраны общественного порядка отдела МВД России Ковровский Александр Кузин спас человека от гибели. Находясь на дежурстве, капитан полиции заметил дым со стороны улицы Правды. Он тут же сообщил возгоранию в дежурную часть отдела и поспешил на место происшествия. Полицейский зашел внутрь деревянного дома и обнаружил мужчину, терявшего сознание. Пострадавшего Александр Кузин вывел на улицу. Стоит отметить, что это не первая спасенная Кузином жизнь. Подкорректировали цены. Прокуроры провели проверку цен в магазинах Гороховецкого района. Как выяснилось, в одном из них детское пюре под известной маркой продавали на 3 с лишним рубля дороже, чем максимально возможная цена. В результате в отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении. А цены на пюре снижены. Лестницы Владимира приведут в порядок. В этом году продолжится их ремонт. Из городского бюджета будет выделено более 7 миллионов рублей на ремонт лестниц и колодцев разных районов города. Все работы должны завершить к осени. Особое внимание уделят безопасности объектов и их соответствию санитарным нормам. Подробнее расскажет Василий Косенко. Обычно, чем старше лестница, тем она менее безопасна, если ее никто не ремонтирует. Шатающиеся перила, ступеньки, которые проваливаются во Владимире в прошлом году обновили 12 лестничных переходов. В этом году отремонтируют еще 5, в том числе этот, который ведет от улицы Урицкого до Дмитриевского собора. На большинстве из них проведут капитальный ремонт. Эту лестницу, которая ведет из центра к вокзалу, ремонтируют довольно часто. Но в этом году, наконец, нашлись деньги на кардинальное решение проблемы. Вместо деревянных здесь появятся бетонные ступени, а самая лестница будет из металлокаркаса. Так она и прослужит дольше, да и горожанам будет удобнее. Правда, важен не только материал, но и качество уборки. И чистить подъемы, по словам жителей и гостей Владимира, надо тщательнее. Сам подкальзался. Было. И ступеньки, сами видите, и не чистят, когда снег нападает. Нет, два бывают нечищенные. И скользко, и вообще, и провалиться можно, наверное. Пользуюсь часто. На ремонт всех лестниц потратят более 4 миллионов рублей. Кроме спуска к вокзалу, также обновят лестничные переходы. На улицах Передний Боровок, в районе домов 19А и 32, Диктора Левитана – 38. А на улице Добросельская отремонтируют сразу несколько объектов. Возле поликлиники Автоприбор и в районе 175-го дома. Работы начнутся, как только потеплеет. Ремонт у нас запланирован с мая месяца по сентябрь, потому что работы будут проведены огромные. В плане даже Добросельская автоприбор будут ремонтированы две лестницы, тротуарная дорожка, будет выполнен пандус со всеми нормами. Определены и сроки ремонта шахтных колодцев. Все работы будут выполнены до конца июня. 3 миллиона 91 тысячи рублей потратят на ремонт 11 колодцев в микрорайонах Юрьевец, Мостострой и Оргтруд. Все в соответствии с санитарными нормами и правилами. То есть ремонт предполагает и полную очистку колодцев от мусора. Улучшит ли это качество воды, покажут последующие лабораторные исследования. Это все, о чем мы вам успели сегодня рассказать. Но на этом наш выпуск не завершен. Через несколько минут смотрите программу «Разумный подход». А прямо сейчас о погоде вам расскажет Мария Златарунская. Я же с вами прощаюсь и передаю ей слово. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова